привет сегодня 6 апреля 2021 года видите что я кушаю вермишель быстрого приготовления ну типа милины как их еще называют бомж пакеты это типа что бомжи кушают а не знаю не знаю бомжи наверное даже есть кушает лучше чем мы наклянчат себе денег им же не надо ни на детей тратить не на коммуналку не разную одежду себе покупать правильно им же этого ничего не надо что они там на клянчат на клянчат себе потом пойдут купят вкусненького чего-нибудь раз-два поели все хотя шутом они кушают им главное это вот это дело заправиться и все так у меня ничего нету из чего сварить суп можно конечно на воде как в какие-то приправы ой кошмар шуши не туда ложат кладет или как говорят слова на жить нету главное действие есть а слова нет это мусор так и кипяточком заливаем все пускай киснет стоит набухает минут через пять а вот интересно тут инструкции написано сколько она времени должно запариваться так примерно 300 миллилитров горячей воды это если для гарнира 300 миллилитров а если вы хотите супчик то 350 миллилитров а на пять минут хорошо перемешать и приятного аппетита мне желают спасибо большое вот так вот изготовлена город белая церковь улица офицерская да что вы говорите улица офицерская гостра курка то есть острая курица вот знаете пускай она пока запаривается о чем я хотела поговорить вернее как поговорить разговаривать когда есть собеседник а я разговариваю сама собой просто свои впечатления я сидела вчера смотрела до позднего вечера сериал там значит как молодая женщина у нее убили мужа и его любовницу обвиняют ее посадили ее в тюрьму и как сказали тюрьма экспериментального такого вида в общем они там все ходят в такой ярко-желтой одежде красивые у них жакеты такие брючки желтые а вот стены красиво выкрашены даже вот их не камеры где они сидят ничего не закрывается можно с одной в другую переходить одна другой могут зайти спокойно на общем такое как бы все ходят с прическами такие которые у них там главное среди этих которые сидят девчат вверх актриса играет красивая анна казючиц по моему так ее зовут она общем там над ними главенствует никаких ни драк никаких ни разборок одна случайно к ним попала какая-то с разборками так прямо это для них было что-то чп какое-то вот ну как ну кино сидишь смотришь кино как кино ну а что самое интересное в кино вот что самое интересное когда ты смотришь кино для меня самое интересное почитать комментарии знаете очень я людям удивляюсь я понимаю если бы это комментарии написали там девочки или мальчики которым там по 10 по 12 лет ладно это еще можно понять но я думаю что скорее всего это же комментарии наверное писали взрослые тети взрослые дяди сидят и пишут ой извиняя это все приправы эти сидят пишут ой что это за тюрьма такая в фантастика у режиссера больная какая-то фантазия в голове что это не все как салона красоты макияж у них наложен маникюры у них в общем день и такое по придумывали что это такое такого не бывает такой тюрьмы я сидела вы знаете я конечно редко кому комментарии пишу прям хотелось написать об этом думаю ну что если у людей у тут она ну ну нету какой-то клепки ну ты же не добавишь чего-то там когда не насыпешь дополнительно этих клепок туда во первых так пишут хочется спросить а вы сидели вообще там я уверена что те кто там пишут девяносто девять процентов они даже к забору никогда не подходили и даже не знают а что там за забором вы же во первых там ни разу не сидели как вы можете судить это раз во вторых вы что смотрите документальную какой-то передачу документальный фильм где с фактами с доказательствами с фотографиями с цифрами с датами или что или вы смотрите художественный фильм люди у нас уже начинают путать художественный фильм с реальностью это художественный фильм это вымысел от начала и до самого конца начиная того что какая там тюрьма как они в ней красятся там героиню тоже вот она пошла с начальницей договорилась но и у меня дома там чп чп сынок пропал отпусти меня она ее на сутки отпустила тоже пишут какой бред что это санаторий или что что ее отпустили ребята но это же кино я уже сколько раз вот это обращала внимание как какой-то художественный фильм люди начинают это не так и это не так и это не так и это не так ну ребята вы когда фэнтези свое смотрите про вот этого гарри поттера и я кстати тоже удивляюсь взрослые дядьки и тетки сидят сказки смотрят вошел в детстве не нас смотрелись ладно это подростки смотрят но сидят тетки взрослые и вот это надо этим гарри поттером плачут там страдают вместе с ним там переживаю какие там у него приключения где-то ну вам что в жизни больше ну а может у людей в жизни своей жизни нет так вот представьте вы будут в этой сказке начали бы сверять где там что-то правда или что-то неправда но смешно правда это просто я вот знаете с комментариев бывает вообще-то мухахатываюсь ну что попробую когда горяченькая хорошо еще конечно да фильмы если рассматривать как с реальной жизни то там много сказок я думаю многие понимают что в реальной жизни такого нет вот как показывают она двор метет я смотрела один фильм тоже актрису забыла как ее зовут у нее вот эти такие здоровые-здоровые от бини метет метлой двор у нее двое детей третьим она беременна что хотела суррогатной матерью стать они ничего не не получилось и так она с этой беременностью осталась непонятно как и от кого от чего там ее осеменили и вот она такая вся маленькая тоже у тут у такое все здорово я такая еще сгорблю но она у него такая чуть-чуть она сутулая двое детей квартиры нет работы нет тут это двор метет и тут проходит миллионер у него дома красавица жена стройная красивая модельная он приходит домой свою красавицу выставляет чемоданом а эту с улицы дворничью ходит у подбирает женится на ней по курортам возит всех ее выводок усыновляет удочеряет от кого она вот этого суррогатно родила тоже ой радуется то я вот это называю это все сказка про золушку вот у меня в реальной жизни сколько у меня друзей знакомых подружек было но ни у кого такой сказки не было вы знаете что прям с улицы подобрали прямо такую нищую и прям миллионер женился богатый женится на богатых вот так а пусть она 300 раз хорошая будет богатый никогда на такую хорошую раз хорошую не глянет он у то готов на стерве жениться со стервой жить если она тоже там с какой-то богатой семьи вот так они поруются у нас знаете когда-то работал парень один такой странный вообще все женщины над ним там андрюша андрюша посмеивались вот он сидит на работе копеечную зарплату получает а еще как обычно у задержками было сидит мечтает говорит я хочу познакомиться с девушкой из богатой семьи чтобы у нее своя квартира была чтобы я смог от родителей переехать к ней и вместе с ней жить и сидит мечтает вот это он фантазирует фантазирует а ему женщины говорят андрюша но ведь пока ты вот где ты бываешь богатые женщины в трамваях не ездят ну где ты познакомишься с той девушкой или женщиной ну как сидит фантазирует они над ним смеялись это ой ну андрюша ну ты даешь и его как-то встретила через несколько лет я к нему правда не подошла у него такой же самый вид как и тогда было то штаны там внизу отпоротые вот куртка такая залоснившаяся так наверное не нашел себе богатую какую-то невесту как будто говорят дурень думкой богатеет супчик вот это хозяйка наварила наварила хозяюшка ничего сегодня на таком супчике перебьюсь завтра что-то другое сварю вот пойду там сейчас своими делами заниматься по хозяйству там чуть надо вещи проскладывать включу продолжение этого сериала буду дальше смотреть не знаю это только у меня такое мнение что ну надо ли верить тому что показывают в кино или это смотреть просто как развлекательное шоу и все и не брать это близко не к сердцу не голове я так считаю у каждого наверное свое мнение так я кушаю не отвлекаюсь когда я ем я глухие не ем правильно да все кушаем наши люди в булочную на такси не ездят вот 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 Продолжение следует...